На горячую и очень гостеприимную трассу Марокко. Почему не гостеприимную? Вы все прекрасно знаете, что пятница была, к сожалению, полностью залита дождем и не позволила пилотам выехать на трассу. Такие погодные катаклизмы, шторм, залив буквально, дождь в трассу. Так что все пришлось скомпоновать в два дня. За субботу прошли здесь и тренировки, и квалификации. Ну а теперь все на трассе на утренней разминке. И первым на трассу выезжает у нас недели на них. Я бы не стал говорить, что только в Европе зима была очень холодной. У нас тоже с этим полный порядок. Да и в Марокко, собственно, дождь именно потому, что холодно. Ну а нам остается радоваться, что первый апрельский этап не наметили хотя бы на трассу Москоу-Рейсвей. Тогда было бы совсем уж плохо с погодой. Что касается Марокко... Было бы хорошо с погодой. Мы могли бы на самом деле попросить компании Кафама, которая является поставщиком покрышек, установить зимним комплектом покрышек. Это правда. Ну а вопрос сейчас в том, как хороши будут те машины, которые оказались вчера разбиты. Поэтому смотрим мы на Тьягу Монтееру. Монтееру признался, что сам немножко перепилотировал. И тогда вот был довольно жесткий у него контакт со стеной. Смотрим мы на Тома Коронеля. Коронель, который тоже признался, что сам вот так вот, даже несмотря на огромный опыт, ошибся, пропустил точку торможения и врезался в своего напарника. Да, верил О'Янг. Кстати, О'Янг говорит о том, что он очень благодарен Тому Коронелю. Не за эту, конечно, аварию, а за ту работу, которую Коронель ведет. Он действительно делится опытом, действительно помогает в травках команды Роу. Ну и также смотрим мы на машину Джеймса Томпсона. Томпсон говорил, что это был для него очень хороший круг. В первой части квалификации самой малости не хватило. Пыльный асфальт и удар об ограждении в последнем повороте трассы. Ну и для тех из вас, кто еще не успел ознакомиться с результатами квалификации, которая прошла в субботу накануне, мы сообщаем, что после Монце 2012 года на полпозиции возвращается итальянский ветеран Габриэль Тарквини. Многие поговорили о том, что Габриэль в принципе уже пора на покой, уже пора переходить на тренерскую работу. Но тем не менее он показал, он собрал все лучшее на этой трассе, собрал все воедино и самое главное, именно Габриэль Тарквини доставил первый в чемпионате мира WTCC пол для команды Honda. Надо отметить, что вот короткая была пауза, правда, между двумя этапами, но уже к этой гонке Honda подготовила серьезные обновления. Обновили они и тормоза, и подвеску, и главный мотор. И вот все эти обновления, вот собственно, чем сильна заводская команда, да, что по ходу сезона она не просто выкатывает свои машины, а постоянно их дорабатывает. Постоянно движется вперед, вот то, что мы видим, скажем, в Формуле 1, да, именно здесь на это рассчитывают в Хонде, что они рано или поздно переломят в свою пользу чашу весов, да, склонят и будут быстрее крузов. Пока тут ситуация уже более паритетна, чем мы видели в Монце, ну а на у нас быстром круге Алекс Макдауэлл. Да, вы обратили внимание, что Евроспорт пытается, Евроспорт, дочерняя компания Евроспорта, Евроспорт-Ивент является организатором чемпионата мира в классе кузовных автомобилей, так что они имеют чуть больше вариативности, возможности поставки нам суперинтересных сигналов. Посмотрите сейчас на правую часть вашего телевизора, вы видите такая специальная картиночка, которая позволяет нам следить за тем, как работают ногами пилоты, довольно интересно. Для этого, кстати, всех пилотов обязали в обязательном порядке нанести имена на ботинки. Вот вы видите, сейчас фамилия нанесена, Джеймс Энгадж. То есть они все пойдут на пляж, дальше там будет очень легко разобраться, потому что все ботинки подписаны, да? Сомневаюсь, что пойдут они на пляж, особенно потому что холодно здесь, а во-вторых, потому что, Александр, вы ходите в огонечных ботинках на пляж? Нет, я вообще не хожу в огонечных ботинках, но бывал, бывал. На пляже? На пляже, да. Ну что, заканчиваются первые быстрые круги, думаю, что никто не будет атаковать сверхмеры. И мы видим, что стоит автомобиль, кто это? Давайте посмотрим. Хронель опять. Ньюкьяер. С этой камеры не понять. Контакта не было, потрясающе. Но в итоге-то был, конечно, в задней части. Небольшой был контакт. Да, это Микель Ньюкьяер. Это Микель Ньюкьяер, мы ставим Шевролес. Красные флаги. Хороший начало дня. Мы думаем, что сессия сейчас, безусловно, будет остановлена. Вот подтверждение этому. И, как и все в Марокко, как и все в Марокко, все будет затягиваться. Но мы 100% вам обещаем. Сразу после вот этой гонки у нас стартует автогран-при. Так что здесь непрерывные вещания с одной и той же трассой. Ну а потом на нашем волшебном ковре-самолете под названием Евроспорт мы с Александром перенесемся в Монсу. И даже если немножечко задержимся на трассе... Не хотелось бы именно по этой причине, потому что... Там очень плотный график. Ну, мы не можем этого избежать. Там все гонки автоджеки мы видели. И даже гонки поддержки накануне, они все были задержаны. Кстати, удар не очень сильный. Я думаю, что удастся, конечно, Микеле Ньюкьяеру восстановить свой автомобиль. Русочки машины все-таки полетели, но действительно повреждения не видятся слишком серьезными. Мы, да, но мы не знаем этого. Это надо, конечно, смотреть более внимательно. За все время только один Том Чилтон успел проехать круг на время. Одна 45,9. Довольно неплохой результат. Все остальные были застегнуты как раз на быстром круге. Ньюкьяер ехал вторым. Ну и это хорошая проверка для марокканских судей. Как раз в 2010 году их ругали за очень такую нерасторопную деятельность. Поехал Ньюкьяер. И даже в 2011 году не было здесь гонки. Этап Марокко был отменен. Год назад вернулись в 2012 году сюда. Но вот 2011 год дали на доработку этой трассы. Не знаю, насколько там серьезно. Сама та трасса. Там главное было наладить работу служб трассы. Приглашали сюда людей из Лимана. Все более или менее, мне кажется, сейчас позитивно. Главное, что Ньюкьяер поехал своим ходом. А это значит, что не потребуется эвакуатор. Просто он доедет до боксов и дальше сессию возобновят, скорее всего. Ну и три хонда, похоже, визуально одинаково целые. Одинаково целые. И я думаю, что нам позволит в это время прерваться на небольшой такой перерыв коммерческий. На небольшую рекламную паузу. Для того, чтобы потом мы продолжим за этой сессией. Потому что все-таки хочется увидеть, смотрим еще раз, что здесь происходит. Это запись с машины Монтееру. И интересно, что действительно было принято специальное решение, что в условиях остановки гонки можно резки срезать. То, что нельзя делать в гоночных условиях. Но правда, время для короткой паузы. И вернемся в Маракеш, подножие Атласских гор. Мы возвращаемся в прямом эфире на трассу Маракеш. Наблюдаем с вами за ходом разминки, утренней разминки перед третьей и четвертой гонкой сезона. Небольшая авария Миккеля Никеера позволит, я надеюсь, ему все-таки выступать. Давайте сейчас мы последим за... Он абсолютно спокоен. Из всех аварий, что мы видели на этой трассе, это, пожалуй, наименее серьезным последствием. Хотя вот просто везение на самом деле. У Монтееру было все то же самое. Потеря управления от слишком острых атак в эске. И дальше, если Тьягу потащила в одну сторону и стукнула о бетон от бойника, то Миккеля развернула и бросила в другую сторону. Ему хватило ширины этой трассы, хотя она очень невелика. Ну, а у пилотов остается уже 10 минут, поскольку время еще не началось. Так что посмотрим. Вот Джеймс Томпсон на восстановленной ладе. И пилоты готовятся выехать. Мне показалось, первым отправился Миди Винани. Не очень удачная квалификация сложилась. Худшая из всех квалификаций в Марокко. Худшая для Миди. Помним мы его аварию, оторванный бампер. Посмотрим. Здесь, конечно же, говорить о каких-то серьезных обгонах и о возможности куда-то пробиться по ходу заезда проблематично. В прошлом году, помните, грузы заводские стартовали шестым, седьмым, восьмым и просто как нож сквозь масло раз и проехали сквозь пилотон. Но это надо обладать, конечно, удивительным опытом. Удивительным заводским крузом, я считаю, в первой степени. Да, ну больше нету заводских крузов. Кстати говоря, это облегчает задачу для российских лад, потому что только лады и фонды сражаются. Вот, вот это повреждение. Да, только лады и фонды сражаются в зачете производителей. Пока там счет типа что-то типа 100-0, как-то там 101, как-то вот так. Нет, 94-6. Ну, да, 94-6. Шестой очков уже разыгран. Шесть очков, это потому что Томпсон обогнал Монтейру в квалификации, получил четыре очка в квалификации. Ну, соответственно, получил два очка Алексея Дудукала. К сожалению, для россиянина они так и останутся единственными в этом сезоне. Ну, будем надеяться, что, может быть, Алексей все-таки вернется, потому что его опыт, опыт, его же подводили специально к мировому турингу, накатывали через европейские и другие серии. Ну, и, конечно, тот же Михаил Козловский был просто брошен вот реально в омут. Алексей более такая подготовка серьезная и обстоятельная. Ну, правда. Я думаю, что Михаил молодой парень. Есть у него возможность накатать опыт, поэтому мы, на самом деле, желаем удачи. Мне очень приятно, что я в свое время помогала Михаилу начинать его кузовную карьеру. Я считаю, что Миша очень хорошо должна получиться в туринге. 23 года всего пилоту, поэтому сейчас надо набраться опыта, не надо спешить. Вы видели, как Миша достаточно быстро прогрессировал даже по ходу вот этого сложного уикенда, уикенда, который сократил ему возможность лишнего дня. Не было времени для анализа, даже если накат был такой. Он признавался, что был трафик, были проблемы, он едва не врезался там же, где Томпсон, но избежал контакта. И лишь под конец проехал хороший последний круг. Правда, все его старания, вот он обогнал Рене Мюниха, а потом Рене Мюниха дисквалифицировали, потому что оказался дорожный просвет у него Сиата слишком мал. Ну, правда, Мюних и так был последним, он последним и стартует, но все-таки... Значит, мы констатируем все в позитивной манере. Михаил Козловский стартует 22-м, Рене Мюних будет 23-м, поэтому... При этом Михаил проиграл всего лишь две десятых Стефана Дасты, а Стефана Дасты выиграл в прошлом году две гонки. Так что, в общем, повод для позитива есть. Да, и Стефана Дасты, конечно. Стефана выступает на автомобиле BMW, который имеет длительную историю присутствия в мировом туринге. А мы все-таки, будем откровенно говорить, выставляем против всех этих монстров российскую «Ладу», у которой нет такого исторического наката и нет таких знаний пока. Поэтому «Лада» на фонду только один год. Конечно, у «Лады» есть Джеймс Топсон, безусловно, обладающий колоссальными знаниями и навыками, но, тем не менее, бороться новичку в чемпионате со старожилами всегда достаточно проблематично. И это не только мировой туринг, говорит нам, подтверждает мои слава. Посмотрим, в «Монсе», к сожалению, не получилось нам посмотреть, на что способна «Лада». Да может, оно и к лучшему, потому что там были уж очень особенные условия. А вот здесь, правда, тоже трасса специфическая, но окончали в «Ладе», что подходят гранти вот эти длинные прямые. А Иван был очень близок, на самом деле, к тому, что... Перестарался немножечко. На повороте с улицы Дурика на улицу Семи искусств, там такой S-образная связка, и вот там Иван Мюллер был довольно близок к барьеру из отработанных покрышек. Урожают географические познания Александра Кабановского. «Гугл Мэпс» знает все. «Чилтон» по-прежнему у нас быстрейший вот с тем временем от на 45,9. И что? Михаил возвращается, это Джеймс Томпсон возвращается в боксы. Машина цела, и это главное. Да, никаких проблем нет. Тот самый последний поворот, где уже были проблемы, и стабильность не хватает на торможении. Такое у меня впечатление, что вот это не на этой же площади искусств. За это, кстати, могут оштрафовать на самом деле. Противоположную сторону поехал Джеймс Томпсон. Не знаю, какая система судейства здесь, но я предполагаю, что, скорее всего, для начала внушение какое-то сделают. Вот Франция Энкшлера уже 750 евро навесили за превышение скорости в боксах. И команду «Хонда» оштрафовали на 1000 евро. Они сняли турбонагметатель с мотора, не позвав подделегата ФИА, то есть сами по себе в команде. И вот на первый раз 1000 евро оскудел диджет команды «Яс Мотор Спорт». Думаю, что вот это точно не проблема для «Яс Мотор Спорт». Но, конечно, нужно соблюдать правила. Хотя мы знаем, что на некоторых классах судейство, конечно, отличается своей жесткостью и жестокостью наказаний. Но вот видим, что по штрафам есть такие штрафы, что значит, что это порядок. Ивана Мюллера за наказание, которое штрафуется, учитывая его безупречную историю, просто пожурили. Был такое в прошлом году. Мне кажется, не очень хорошо. Барт с Энгом тут довольно жестко. У Энга, мне кажется, не закреплен капот, потому что прямо прыгал он. Такая еще раскраска, немножко провоцирующая у него, как будто открывается. Но Фредди Барт уже выбил хафа на первом этапе. Само он очень доволен своими выступлениями. А вот соперник, мне кажется, к Барту относится после его перехода с Сиата на BMW не слишком позитивно. Потому что на Сиате он был очень хорош, на самом деле. А вот на заднем приюде пока есть известные проблемы. Ну, если вы читали его интервью, недавно было опубликовано оно в Швейцарии о том, как он себя чувствует. И, кстати говоря, отрывки этого интервью публиковал официальный сайт BMW. Он как раз говорит, что он невероятно счастлив. Он считает, что для него машина другого поколения. Но, безусловно, ему не хватает опыта, не хватает наката. Там мы помним, что Фредди Барт три года назад пришел в мировой туринг, выступал на Сиатах, потом пропустил сезон, потом возвращался на последний этап. И вот для него вот такой приход на BMW. Думаю, что, конечно, надо Фредди быть поаккуратнее. Потому что, если сейчас будут применять наказание, уже один раз Фредди провинился на предыдущем этапе, то здесь, конечно, будут более жестоко по отношению к Фредди Барту действовать судьи. Но, может быть, это какие-то особенности перехода на задний привод еще не совсем понимают Фредди. Да, есть отличия. Мы видим, что Бинани, между делом, шестой на домашней трассе, Том Бордман второй. И Том Бордман проехал на шесть десятых быстрее своего квалификационного времени. Это значит, трасса прогревается, трасса обрезинивается, все поедут быстрее. И сейчас очень хороший результат также у Франции Энклера. Рекорд абсолютный второго сектора. Тут же отбивает его Иван Мюллер. И Мюллер второй одна сорок пять. Ну, я думаю, что вот не принципиально сейчас ни времена, ничего. Сейчас принципиально сохранить машину. Я думаю, что обычно пробуют в тренировках, и я полагаю, именно этим и занимался Иван Мюллер, когда мы видели, что он едва не потерял свой автомобиль. Он все-таки какие-то последние точки. Ух ты! Бордман. Дни игры. Том Бордман сегодня не участвует в гонке. Это совершенно очевидно. Вот это да. Похоже, тормоза у него. Вот мы говорили, второе время у него было. Может быть, скорость немножко вскружила голову. Желтые влаги пока надумаются, что будут красные, потому что авария очень неприятная. Команда Special Tuning выставляет одну машину. И той теперь, по всей видимости, уже нет на самом деле. Досадно, что нам красные флаги. Красные флаги. Безусловно, сейчас будет все остановлено. И где это произошло? Дадут нам повтор, мы это увидим. Ух ты! Хорошо, что там не шли. Близко, да, там, близко к моменту, к открытым дверям, поэтому... Да, хорошая разминка. Такая показательная для Марокко. Показательная. И то, о чем мы говорили, не было здесь ни одной сессии, которая не была бы остановлена красными флагами. Но, на самом деле, учитывая немалый опыт Бордмана, учитывая, в общем, его здравомыслие... Наверное, это какие-то проблемы технического свойства. Скорее всего, да, продолжать не станут. Безусловно, три минуты, наверное, не имеет смысла, потому что только выехать... Констатирую, что Чилтон быстрее всех, что Мюллер второй, Нэш третий, Бордман четвертый в протоколе, но, скорее всего, это будет его последнее достижение на этой трассе. Вот он Макдауэлл снес кусок бампера, там видно прям... Слава богу, немного, потому что только один автомобиль сейчас у нас пострадал и выбывает из игры. Не будет возобновлена эта сессия. Ну что, наверное, мы поговорим с Чилтоном, наверное, будет у нас такая возможность. Тем более времени осталось до окончания этой тренировки. Официального времени отведено для тренировки достаточно много. Смотрим еще раз. Эх, нет, я думаю, что подскользнулся здесь там человеком. Ой, простите, там борма. Очень неприятно, очень серьезный удар. Удар жуткий, конечно. Понятно, что машину восстановить невозможно. А вот что произошло? Потому что мне показалось, срезал он уже эску, подходя к повороту. То есть он понимал, что заходит слишком быстро. И дальше на вот этой покрашенной части чуть-чуть подскользнулся. Да, да, потому что просто очевидно, ну самое такое очевидное предположение, тормоза отказали. Пилот понимает, что впереди, перед ним бетонная стена. Они не отказали ему тормоза, явно он заходил очень быстро в этот поворот. Вот это то, что, Александр, ты сказал, скорее всего, скорость скружила голову. Решил попробовать еще быстрее здесь ехать. Посмотрим, здесь даже Коронель допустила. Я так понимаю, все это будет восстановлено. Тут никаких серьезных проблем нет. Видели мы, что и Никея был на трассе во второй части выезжал. Давайте посмотрим. Посмотрим, сколько он сделал кругов. Или не выезжал он? Нет, не выезжал. Один круг, он больше не выезжал. Два круга всего сделал. Томпсон тоже не показал никакого времени. Ну, он дал его понятно. Это Ореола тоже, которому стартовать сегодня с первого ряда вместе с Фернандо Монхи. Монхи долго извинялся перед Сиатами. Сказал, что он думал, что успеет еще уйти на быстрый круг, поэтому очень спешил. И поэтому всем крузам, всем пятерке гонщиков на крузов он испортил решающий быстрый круг. Ну, для Ореолы решение, наверное, такое политическое. Выехали, посмотрели аккуратненько и решили, что не надо тут рисковать во время этой тренировки. Тем более, что есть первые, да. Посмотрим, что скажет Митильнюк, и это наш первый собеседник. И вот еще одна камера. Ну, он ничего у него не отказывал. Он заходил в этот поворот слишком быстро. Смотрите, сейчас на вторую машину едет. Приехал. Да, пожалуй, что вот главное, главное позитив, это то, что Бортман все-таки смог отвернуть в сторону и не повредил чужую машину. Ну, это дискуссия в команде Лада. Они, в общем, большие мастера обсуждать разные столкновения. Обсуждений не происходит. Виктор просто воспринимает информацию Джеймса Томпсона. Представит главный инженер Марко Калаволо. Калаволо, который ходит за Джеймсом Томпсоном везде и всюду. Вот на что обратили внимание. Понятно, почему-то не служатся задняя часть, задняя ось автомобиля. И вот за это, скорее всего, поднакажут Джеймса Томпсона. Ну, как минимум, внушение-то ему должны сделать. Это уж совершенно точно, абсолютно точно. С такой камеры посмотрим, что было. В обратном направлении проехал, но немного. Можно обсуждать. Виктор, я думаю, поэтому в задумчивости, какие меры предпринять. Результаты. Утренней разминки, которая предшествует третьей и четвертой гонке сезона на трассе Маракеш. Быстрейшим оказываются представители «Шевроле». Причем три представителя «Шевроле» на первых трех позициях. И Том Чилтон. Том Чилтон, который проводит одиннадцатый год в кузовных соревнованиях. Мне удалось поговорить с его братом, который выступает в «Формуле-1». Он говорит, вы не представляете, насколько счастлив сейчас Том получить в свое распоряжение хороший автомобиль. Насколько он воспрял духом. Мы действительно желаем Тому огромных успехов. А сейчас у нас есть возможность поговорить с первым пострадавшим в этой гонке. Хорошее теплое утро. Но у вас все пошло не так при подготовке к гонкам. Да, я ехал за Чилтоном. Да, я ехал за Чилтоном. Он выбрал первый или второй круг на выезде из боксов. Я просто ехал за ним на некотором удалении. Но на выходе из эски машина тут поднесла, она заскользила. Я старался не врезаться в стену, но все-таки немножко задел. Большого повреждения машины нет. Но механикам придется все-таки поработать немного. И я думаю, что мы без сомнений выйдем на старт гонок. Удар был о бордюр? Началось с этого все? Да, довольно глупая ошибка. Все стараются избежать этого бордюра. Но каждый понимает, что если чуть ближе подъехать, то быстрее получится. Я старался ехать как можно быстрее в этом месте. Может быть, так же и прокол у нас был. Надо посмотреть, что там. Тут точно все не знаем пока. Но в любом случае, тот план, который я задумал, к сожалению, не сработал. Мне показалось, потерял немножко вес и митильники. Нет, набрал. 103 кило. Самый тяжелый. Мюних 102, у него 103. Ну а это Роб Хаф. У Роба Хафа в субботу начались проблемы с мотором. Мотор не выдает нужной тяги на низких оборотах. Вот, Роб Хаф, понимаешь теперь, что такое частная команда? Только-только я хотела сказать об этом, что надо все-таки сравнить. Что значит сражался за заводскую команду Chevrolet в те времена, когда и Torquini, и Miller ездили на Seat. Правда, это была еще заводская команда, но уже такая желающая покинуть чемпионат с прицелом на выход. Поэтому теперь, да, это большая разница. Я думаю, что из частных команд, скорее всего, RML удалось сохранить такой максимальный подход, максимально заводской подход. Я думаю, сейчас будет возможность поговорить у нас и вот об этом инциденте. Ищем мы участников этой истории. И прежде всего, если понять, что произошло, вот Тома Борда, тормоза отказали, или он просто не видел, или он переб... Ух ты! Результаты мы видим. Это не только, я думаю, в Марокко не выйдет. Чилтон. Ну, давайте послушаем Чилтона, быстрейший по итогам сессии. Самый быстрый по результатам этого вармапа, Том Чилтон. Вы могли бы и на полпозиции вчера? Да, я так и чувствовал, что я мог бы завоевать полпозиции. Я немножечко ошибся в квалификации, да и сам немножечко ошибся. В первом и втором секторе я ехал достаточно быстро, но, к сожалению, в третьем секторе у меня не все складывалось так, как хотелось бы. Что значит все вместе собрать? Что вы имеете в виду? Это значит, нужно пройти каждый поворот, и каждый шикану на этой трассе вместе. Надо выбрать правильный угол захода в поворот, надо использовать вот эти самые поребрики очень правильно. То есть надо найти правильный баланс. Я три четверти трассы научился, как проходить идеально, но вот у меня не хватает совсем немного. Что вы делали в течение этих 15 минут? Как вы добились того, что вы получили самую высокую статую? Я ничего, честно говоря, не менял, но я больше готовился к гонке, я больше работал на гоночном режиме. И вам желаем удачи. Ну, я сегодня добавил, отрепетировал все возможные варианты. Мы уже слышим грохот моторов, это выезжают пилоты автогран-при. Чарльз Энг почему-то прячется от камеры, ему есть что скрывать, интересно? Ну, конечно, у него капот был не закрыт. Так или иначе. Сейчас 700 евро ему выкатят в штраф. На ближайшие несколько часов вот так выглядит положение в чемпионате мира, но уже сегодня вечером оно изменится по итогам двух гонок. И будем надеяться, что авария Тома Бордона будет самым серьезным происшествием сегодняшнего дня, что все остальное будет уже не столь, не столь серьезно, поскольку действительно очень неприятный удар. И хочется узнать хорошие новости, хочется узнать, что с гонщиком все в порядке. Это ладно, восстановит к следующему этапу, к Словакии и ко всем остальным. А вот пилот Сеат, у него короткий моторный отсек, и поэтому удары довольно жесткие. Ну, а вы, если обратили внимание, то лучшим из представителей БМВ является как раз Том Коронель. Сейчас мы его увидим на ваших экранах. И у Том Коронеля лишь на 12-й позиции в общем зачете чемпионата. Два очка всего лишь у него. Самые яркие моменты сегодняшнего вормапа, было их очень много. Том Коронель приклеивает наклейки своего вечного спонсора компании TW Steel и целых два Джеймса Томпсона, настоящие и игрушечные. Рассказ о разминке потихонечку подходит к концу. Мы не прощаемся, мы остаемся в Марокко на трассе его королевского высочества принца Мулая Хасана. Которому 9 лет. 9 лет, ну и что он, все равно принц. Мы смотрим еще раз за этими событиями и приглашаем вас оставаться на Евроспорте. Впереди рассказ о второй гонке этапа серии Автогран-при. Нарайан Картикьян, Макс Снегирев и другие. Играет музыка. Нарайан Картикьян, Макс Снегирев и другие. Это ошибка